В Кашхабском районе продолжаются сходы граждан, на которых главы сельских поселений отчитываются перед жителями о проведенной в текущем году работе и ставят задачи на 2023 год, обсуждая совместно самые актуальные темы. В минувшую пятницу очередное отчетное собрание прошло в Натырбовском сельском поселении. В начале встречи глава муниципалитета Наталья Косицына подвела итоги социально-экономического развития поселения за 10 месяцев текущего года. Она проанализировала работу администрации, наметив основные задачи на предстоящий год. Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения осуществлялась в взаимодействии с администрацией района, с районными депутатами, с депутатами сельских поселений, жителями поселений, индивидуальными предпринимателями, руководителями различных организаций, учреждений, расположенных на территории сельского поселения и района. Основным из вопросов этой осени стала долгазификация. Всего в поселении 1439 домогладин. В селе Натырбово 1181. Из них 1029 домогладин газифицировали, что составляет 87%. С 2021 года начался прием заявлений на подведение газа охранить негазифицированные домогладин в населенных пунктах. Без привлечения денежных средств жителей по программе «Доказификация». В настоящее время жителями Слана Турбово вводило 120 заявлений и жителями Кутера Казани-Бужовского 110 заявлений о вступлении в эту программу. С учетом этих заявлений наличие домогладин в обеспечении газоснабжением составляет 3 на 3,98% и в Кутере Казани-Бужовском 90%. Те собственные домогладин, чьи заявки были отклонены из-за отсутствия профессиональных документов, смогут привести их в порядок и воспользоваться господдержкой для улучшения условий жизни. По поручению президента Российской Федерации данная программа подлина до 2025 года. Для отдельной категории граждан увеличен размер выплаты по программе «Доказификация» по выделению субсидий до 100 тысяч рублей. На оплату работ газификации и приобретение газового оборудования, ну и, естественно, при наличии подтверждающих документов. В настоящее время будут технические работы по реализации данной программы. Подать заявление можно в абонентский отдел «Газпрома» от лишних грамм газового улика «Шарабль» и через сериал «НФЦ» «У нас все». В текущем году проведена определенная работа, направленная на новоустройство субсидий до Казахстана Бужевского в рамках действующих различных программ с целью комплексного развития сельских территорий. Заказаны и проведены корректировкой и пересчет проекта с медной документацией по капитальному ремонту здания сельского дома «Культура». Сформированы земельные участки, изготовленные проекты организации зонцы охраны водозаборовой улицы «Ингульская» 13 и «Южная-1». Процессы подготовки проекта с медной документацией по проекту строительства системы водоснабжения, сельского производства работ, по которым планируется в 2022 году. Правильная госпитальская экспертиза по изготовлению проекта с медной документацией по объекту строительства спортивного залта Сельхозылка по улице «Красная». Предположительная стоимость работы, которая составляется в 0,7 миллиона рублей. Правильная госпитальская экспертиза, подготовленная проекта с медной документацией по дороге от автомобильной дороги регионального значения до детского сада 13-го Кашкабовского района. Стоимость работ по этому объекту составляет 34 млн 651 рублей. Они будут проводиться в начале 2023 года. Планируется укладка дороги асфальтом, организация тротуаров, освещения, установка лавочек по всему периметру дороги. В рамках государственной программы «Контрисное развитие сельских территорий» в связи с остальной необходимостью было включено строительство спортивного зала в фоторе Безнагужевском, стоимостью 22 млн 120 тыс. рублей. Ранее в фоторе у ребят фоторских никогда не было спортивного зала. Теперь в новом здании площадь 540 кв. м. обучающиеся школы и жители фотором будут заниматься физкультурой, играть подвижные игры, а также освещать спортивные сенсии. Здесь предусмотрены разгивалки, душевые, санузлы, комната для спортивного инвентаря и учебницкая. Первый этаж, основной зал для занятий, второй гимнастический зал. Одновременно смогут заниматься спортом 150 человек. Все подмещения оснащены соответствующим оборудованием, турческие и спортивные. Целью обеспечения безопасности пешеходов, в первую очередь школьников Ново-Инсей-Мольского, вблизи Переперска по улице Красно-Селандо-Обородом, пешеходный переход со светодиодным светофором и искусственной неровностью. Целью обеспечения безопасности дорожного движения жителей селомо-другового администрации подготовленный проект по планировке и наживанию территории под размещение регионов объекта капитального строительства устройства тротуара по улице Красно-Селандо-Обородом. Зимний участок был передан на государственное учреждение ДГЭ-ФТАДУ. В результате в этом году построен тротуар протяженностью 2 километра, 380 метров. Данная работа также проведена на хуторе Казаново-Жуцкана. Устройство тротуара по улице Регина. Зимний участок в октябре был передан на государственное учреждение ДГЭ-ФТАДУ. Для последующего строительства тротуара общей протяженностью 2450 метров. В поселении ДГЭ-ФТАДУ периодически проводится рекомендажная работа. За текущий год оплата за данный метр-работа состоялась в 61 тысячу рублей. Были установлены в стиле на тылу выхода в Казаново-Жуцком 8-м из-за план уличного освещения. Также проводилось векционное замененное в количестве 90 пешков. Санитарное застояние. Начиная с ранней весны в администрации сельского поселения организуются субботники акции «Чистые четверки» при участии работников учреждений и организаций всех форм собственности общественных учащихся школ. Пользуясь случаем, хочу рассчитать благодарность руководителям и работникам организаций, все, кто принимает участие, за ваше поддержку и помощь при проведении данных мероприятий. Уже традиционно весной вода не появляется, позволяя в таком условии начинаться мероприятие по очистке поделки лесополос. Обычно в преддверии Великого Праздника Пасхи проводим уборку планища. Груду мы сжигаем под контролем поросли и сушняк. Выносим кучу мусора, который стихийно организуют жители и гости нашего поселения в непосредственной близости от места погребения усопших. Хотя уже давно установлены шли контейнера для мусора, где определенные места, куда можно мусор складывать, для наличия уловоза, спецтехника и мегацентра. Вся эта работа проводится в несколько этапов, потому что объемная работа, очень значительная. Поэтому хочу обратиться еще раз к жителям поселения. Прошу вас активно участвовать в проведении порядка не только в Магнитстве и Африске, но и на общественных территориях планища. В целях контроля соблюдения правил содержания и обеспечения санитарного состояния территории при администрации создана административная комиссия. За 11 месяцев текущего года составлено 21 протокол. Проведено 30 секретарь комиссии, вынесено 20 предупреждения. Хочу поблагодарить руководителей и коллектив за активное участие и наведение порядка. Далее с докладом о проделанной работе перед жителями выступил участковый полномоченный полиции сельского поселения Азамат Атваскиров. С начала 2020 года на отхожу на участке оперативная обстановка остается стабильной. Всего на территории Натильковского сельского поселения совершено 34 преступления, из которых нераспитыми остаются два преступления. С учетом складывающей оперативной обстановки и его стабилизации на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с подучетным контингентом. В курсе на обслуживаемом участке проживает в стране осудимых раз в один человек, условно осужденных 17 человек. Длится, задающийся к неврологическим заболеваниям, два человека. В цели выявления и распития преступлений на отхожу на административном участке проводились следующие мероприятия. Операция «Битлокоголь», в ходе которой проводились профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений с социальным довольствами. Приводились лица, состоящие в профилактическом учете, лица ранее судимых, с которыми постоянно ведется профилактическая работа. За счетом привод было зарегистрировано и распространено со всеми обращений граждан, которые были зарегистрированы в книгу учета, сообщения о преступлении, которые были рассмотрены и установлены исходы. По каждому из них было принято процессуальные решения. Во время схода жители делились своими наболевшими вопросами. Они касались ремонта сельского дома культуры, качества дорог, износа электрических сетей, доступности и удобства получения медицинских услуг. На многочисленные вопросы отвечал глава района. Заур Хамирзов рассказал о перспективах развития поселения. В своей речи руководитель района отметил о том, какие мероприятия запланированы. Это капитальный ремонт местной школы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории села на 2024 год. Что касается вопросов, ни одно из обращений не осталось без внимания.